Премьера спектакля «Холстомер» по повести классика русской литературы Льва Толстого прошла в Бресте в 2005 году. За это время постановка успела сорвать бурные овации на подмостках ни одного театра. География успеха «Холстомера» простирается от стран Западной Европы, Белоруссии, России, Украины, охватывает Балканский полуостров, азиатские страны, в том числе и Солнечную Индонезию. На сцене первого всемирного карнавала кукол в столице Индонезии, Джакарте, спектакль брестских кукольников стал вторым, в то время как в китайском Чинду он был признан лучшим, впрочем, как и в Казани. Такая насыщенная биография «Холстомера» обеспечила участникам театрального марафона незабываемые впечатления. Попасть в Индонезию – это для нас экзотика, ну для любого, для любого из Белоруссии, из нашей полосы, средней полосы. Вдруг попасть на акватор – ну, конечно, чудеса, это очень любопытно и интересно. Воздух, небо, солнце – все не такое, как у нас. И вот Европу знаем, чем восточнее, тем необычнее. Особенно в Индонезии – 12 часов в ночь, 12 часов в день. Утром в 6 часов солнце всходит и в 6 часов заходит. И так круглый год. Спектакль «Холстомер» – это история лошади, исповедь старого Мерина перед своими собратьями, табуном молодых, здоровых и сильных. Табун и личность, молодость и старость, любовь, преданность и предательство. Эмоциональная палитра делает этот спектакль особенным, сочетающим в себе пронзительные картины страдания бездоленного Мерина и сцены детства жеребенка, полной любви и трогательной нежности. У меня главная роль – холстомер. Ну, это лошадь, вообще-то история лошади. Трагическая, к сожалению, история лошади. Ну, самое главное в холстомере – это, наверное, его любовь, его сердечки. И через всю жизнь он пронес вот это смирение, терпение. Конечно, без эмоций здесь не может быть. Когда играется, все равно, когда переживаешь и тратишься частичку себя, выкладываешься на полную катушку, и если после спектакля видишь хоть одного плачущего зрителя, значит, спектакль удался. Несмотря на то, что брестский холстомер поставлен на русском языке, его можно с легкостью назвать спектаклем интернационального зрителя. У многих старый меден на пороге смерти, вспоминающий всю свою жизнь, которая научила его терпению и терпимости к несовершенству мира, человеческим слабостям вызывает восхищение. Эта нота становится камертоном для всего спектакля, который вызывает самую глубокую эмоцию зрителя в любой точке мира. Китайский и русский – далекие языки. Но перед этим, если дословный рассказ сюжета, что происходит на сцене, и потом зритель рыдает в конце. Вот самая главная оценка, секрет успеха, что независимо, учитывая, что есть языковой барьер, все-таки зритель воспринимает и понимает, и сопереживает. Вот тогда состоялся акт искусства, поэтому он и интересен, этот спектакль. Зритель везде практически одинаковый, потому что мы все люди, несмотря на то, что мы иногда вот некоторые светлые, некоторые темные люди, эмоции у нас у всех одинаковые. Да, где-то вот в Европе люди ближе к нам, потому что мы европейская страна, да, ближе, поэтому, конечно, может быть, где-то больше показывают эмоции. В азиатских странах, таких как Тегеран, вот в Иране мы были в Тегеране, там в Индонезии, в Китае, там люди более спокойные, потому что это их менталитет. Но и тем не менее, всегда зал в конце встает, всегда заплаканные глаза, заплаканные лица, и всегда браво, бис, это всегда, то есть реакция у людей одна. Благодаря ошеломительному успеху брестские кукольники сегодня сами выбирают, на подмозг какой страны они будут рассказывать печальную историю о лошади. В планах выступить на тетральных сценах Латинской Америки, Индии, Японии, Кореи, Австралии и других экзотических стран. По словам Михаила Шавеля, холстомер уверенно шагает по планете.